МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал ЛАБА информационная программа «Время новостей» в студии Татьяна Чистова. Сегодня в нашем выпуске. Лабинская молодежь помогает больным детям. В рамках акции «Я с тобой» проходит сбор средств на лечение онкологических заболеваний. Педагоги дошкольного образования обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания. На базе детсада номер 10 состоялся межрайонный семинар. Через 55 лет снова жених и невеста. Супруги Добровы из Лабинска отметили изумрудную свадьбу. Городской сад номер 10 в очередной раз стал площадкой для проведения межрайонного семинара-практикума для педагогов дошкольного образования. Духовно-нравственное воспитание является важным звеном в развитии детей. И в этом направлении лабинские воспитатели работают уже несколько лет. Накопленным опытом и материалами они поделились с коллегами из Мостовского и Лабинского районов. Наталья Литвиненко расскажет подробнее. На один день Лабинский детский сад номер 10 стал площадкой для семинара-практикума, посвященного теме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Сотрудники этого учреждения за пять лет наработали большой материал. Здесь каждый день приобщают малышей к традициям и культуре русского православного народа. Ребенок должен знать историю прежде всего. Как и через что ребенок может познать историю. Школа дает свои определенные направления. Там ребенок учится логически мыслить, понимать, рассуждать. У нас это только ростки этого. Мы показываем детям красоту. Красоту, созданную руками человека. Красоту, созданную руками природы. Красоту, созданную Господом Богом. Поэтому я могу сказать то, что ребенок видит в стенах детского сада. То, что он это чувствует. То, что он это сам воспроизводит в рисунке, в лепке, в аппликации. В рассказах, которые он сам создает. По-моему, вот это, наверное, самый лучший, самый интересный показатель нашей работы. Работу по православному воспитанию детей до школьного возраста находит поддержку Свято-Успинского храма. Священнослужитель отец Алексей является духовным наставником этого учреждения. По православным канонам – милосердие, сострадание, умение прощать – главные ценности, которыми должен обладать каждый человек. В своем выступлении он отметил – духовно-нравственное воспитание нужно начинать с первых лет жизни. Ведь дошкольное детство является ключевым периодом становления личности. Об этом говорил каждый участник семинара. Психологи говорят одну такую замечательную фразу, что маленький ребенок, он мало логически мыслит, но он очень много чувствует и понимает. И вы знаете, наверное, вот эти чувства, вот этот вот открик в душе, который оставляем мы, наши занятия, наши беседы, какие-то праздники, встречи, все вот то, что хорошее, радостное, счастливое, понимающее, глубоко закладывается именно в раннем возрасте. И вот эти чувства, эти открики, они просто не пройдут даром. Воспитатели 10-го детского сада поделились с коллегами, участниками семинара, наработанным материалом. В этот же день лобинские педагоги показали мастер-класс по использованию в воспитательном процессе различных театрализованных игр. Работникам дошкольного образования есть, что показать своим коллегам. О большом объеме работы, которая направлена на духовно-нравственное воспитание, рассказала выставка. Работники дошкольного учреждения представили авторские программы, пособия, наглядный демонстрационный материал, макеты храмов, а также мини-музей русского костюма. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». Приближается Международный день детей больных раком. В преддверии этой даты, которая будет отмечаться 15 февраля, на территории края проводится акция «Я с тобой». Это еще один повод для обсуждения проблем детской онкологии и информирования о профилактике злокачественных заболеваний. Одной из целей акции является сбор средств на лечение больных детей. Подробности в сюжете Екатерины Клименко. День детей больных раком призван привлечь внимание общественности к страшной проблеме, которой быть не должно. Тем не менее, ежегодно, по данным врачей во всем мире, этот диагноз ставят сотням тысяч малышей. Лечение требует веры, усилий и финансовой поддержки. И благодаря неравнодушным людям у многих малышей появляется шанс победить болезнь. В рамках краевой акции «Я с тобой», Управление по делам молодежи и Центром досуга молодежи «Портал» проводится ряд запланированных мероприятий, посвященных сбору пожертвований на лечение детей с онкозаболеванием. Задача акции, конечно, привлечь общественность и молодежь, волонтеров к проблеме детей больных онкологическими заболеваниями. Сегодня мы собрали около 60 человек молодежи, это волонтеры, учащиеся Лобинского района, для того, чтобы своими руками мы изготовляли сердечки, в которых будет вложено слово «Спасибо». И при сборе денег для этих детей люди будут получать это сердечко со словом «Спасибо». Следующий этап акции – это будет по сбору крови для детей в Центральной районной больнице, будет организован пункт по сбору крови. И заключающийся этап – это 15 февраля – будет организован флешмоб, в котором молодежь запустит в небо шарики в виде сердец в адрес с благодарностью и о том, что они принимали участие в акции. Учащиеся второй школы города Лобинска с большой ответственностью приняли участие в творческом мероприятии по спасению жизни больных детей. Они изготовили красные сердца в технике оригами. Этот символ должен объединить всех для профилактики и борьбы со страшным заболеванием. Акция посвящается детям, заболевшим раком. Мы добровольно согласились сделать эти сердца в помощь им. Я думаю, что эта акция очень важна для нас, потому что мы хотим каждой внести свой какой-то вклад. К сожалению, мы не можем пока сдавать кровь, потому что не все совершеннолетние, но очень важно сделать хотя бы что-то, чтобы помочь этим детям, потому что мы желаем им скорейшего выздоровления и сил в борьбе с этой болезнью. Эта акция очень полезна для людей, потому что каждый человек должен нести в душу. Кому не повезло в судьбе, остались инвалидами, и так мало радости. Поэтому каждый человек, который здоровый, должен как-то помогать. Я, допустим, хочу кровь сдать, хочу принять участие. Принять участие в акции и помочь больным детям может любой желающий. Достаточно купить «Красное сердце», изготовленное руками молодежи, у волонтеров. Их можно будет встретить на улицах города до 15 февраля. Собранные денежные средства перечислят на расчетный счет больных детей. Таким образом, каждый житель своим участием сможет нести свой вклад в спасение детских жизней. Ведь чужих детей не бывает. В Лобинске стала традицией чествовать юбиляров совместной жизни. Супруги Добровы вместе уже 55 лет. В их жизни были и трудности, и счастливые моменты. Обо всем юбиляры вспомнили за праздничным столом. Радость семейного торжества с Добровыми разделили представители общественности, председатели первого микрорайона и первичной ветеранской организации. Бойка! 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 Ура! Через 55 лет снова жених и невеста. Изумрудную свадьбу отметили супруги Добровы. Поздравить Анастасию Леонтьевну и Анатолия Павловича с юбилеем семьи пришли не только друзья и знакомые, но и общественность города. Полина Сергеевич – председатель первого микрорайона и Лариса Мезенцева – председатель первичной ветеранской организации. От администрации города, как председатель микрорайона номер один и также Совета ветеранов, поздравляем Анатолия Павловича и Анастасию Леонидовну с 50 летием совместной жизни. У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем, и мы хотим вас поскорее поздравить с этим днем. Пятерки рядышком стоят, как рядом жизнь и вы. Так будьте счастливы сто крат, что в чувствах вы верны. Администрация Совета ветеранов войны и труда города Лобинска, Лобинского района, сердечно поздравляет вас с юбилеем глава муниципального образования Лобинского района Александр Александр Царчиков и председатель Совета ветеранов Городня Ирина Алексеевна. Возьмите, пожалуйста, это для вас. Анастасия Леонтьев народом из Украины, Анатолий Павлович русский, а встретиться будущим супругом было суждено в Грузии. Молодой человек сразу привлек внимание веселой, задорной украиночки своим спокойным характером и серьезным настроем. Спокойный, ну как, ну спокойный и такой сходчивый во всем. Я хитренькая была. Ну и так познакомились мы в сентябре месяце, а после Нового года, 8 марта, пришли меня сватать. Супруги воспитали двоих дочерей. Они подарили папе с мамой троих внуков, а те, в свою очередь, двух правнучек. Я мечтаю, чтобы дети жили так, как мы прожили, дочечки и внучечка. Чтобы внуки учились и послушны были. Чтобы было мирно, мирно, чтобы было не как на Украине, вот на моей родной. И здоровья хочу, больше ничего. Я даже, как в другой раз говорить, вот пенсия маленькая, я довольна. Всем довольна, лишь бы было мирно. Крепость этой семьи сохраняется, по мнению обоих, благодаря легкости характеров и хорошему взаимопониманию. Друг другу прощали, если что-то не нравится. Уважали, друг другом дорожили. И сейчас мы такие, как только поженились. Мы друг друга обожаем. Никогда не обижаем. Никогда не обижаем. Дорожим друг другу. Прощаем друг другу. Все, что-то не понравилось мне, а может, и ему что-то не нравится мое. Я ему прощаю. Друзья Анастасии Леонтьевны и Анатолия Павловича считают, что не случайно фамилия у них Добровы. Эта пара несет близким людям только добро. Когда бы не обратился, с какой бы просьбой, и в горе, и в радости они у нас на первом плане. Юбилей семьи, изумрудную свадьбу Добровы отметили с песнями за праздничным столом. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». А теперь Ирина Бирюкова познакомит нас с прогнозом погоды. Ирина, что ждать от природы в четверг? Малооблачно и без осадков. Такую погоду обещают синоптики 6 февраля. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова